Добрый день, с вами снова Саймон Нейл, и мы вновь в игре Кризис Кремле. И, скажем так, много было отдельных советов, мыслей, и среди прочего мне понравилась мысль, что надо с Китаем что-то делать, пока высокий параметр с ними дружбы. Я сначала думал, почему все так подтормаживает, но потом дошло, что это все из-за доктрины единого рынка. Поэтому, если мы с вами уйдем к тотальному контролю, с Китаем можно будет дружить. Берем Китай, принимаем его СЭФ, принимаем его в ВВД, и... А, почти. Это скоро будет левосучие, то есть Китай с нами. То есть мы видим, что он теперь перекрасился из нейтралов, он один из, представьте, нашего блока ВВД. И теперь мы стали гораздо сильнее, чем были до этого момента, что не может нас просто в этом отношении не радовать. Плюс меня теперь интересует Индия. Пока что мы не можем в Кашмире повеселиться. Но всему свое время, полагаю. Так, республики у нас, ну, более-менее такие счастливые все. Это после триумфа в космосе. Они такие довольные. Так, в Кашмир нам пока не влезть. Значит, нам остается только двигаться дальше. Ничего не произошло. Так, денежек немножко меньше стало. И у меня спрашивали про наших друзей-консерваторов. Ну, наверное, да. Есть смысл в том, чтобы их меньше кормить. Давайте к этому пойдем. Так, все спокойно. Заработали немного денег. Вложим все это дело в армию. Плюс меня кое-что интересует сейчас. Кстати, вот с Китаем. Все хорошо. Шанс. Доступ к рынку КНР получили. Так, ну что. Теперь мы стали сразу гораздо сильнее, чем были. Давайте посмотрим, что может предпринять еще. Армия не может ничего сделать. Призыв. Общий призыв установим. Это позволит нам нарастить размер армии. Так. Все спокойно. В целом. Посмотрим, что у нас здесь. Блин. В Кашмир пока нам не влезть. Так. Очень будет дельный совет здесь дан. Вот. Численность все подрастет. Так. Ракет у нас много. Армия пока вот 6 единиц. То есть не так, чтобы много. Что у нас с Афганом. Вообще, в Афгане, понял, можно выиграть дня путями. То есть нарастив контроль до сотки, это поставлять туда оружие. Либо опять-таки... Кашмир. Так. Все было спокойно. Получаем пока прибыль. Печально. Так. Ничего не произошло. Мне тоже это устраивает вполне. Ну это вот уже радость от лунной гонки постепенно сходит вниз. Но это вроде не очень так смертельно пока что. Вот и деньжата пошли наконец-таки. Выложим в сферу услуг. Дабы она не развалилась у нас окончательно. Кстати, что у нас тут по ресурсам-то? Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Что-то я не делаю интересное. Так. Сфера услуг у нас реально проседает? Американская экономика. Довольство народа низкое. Оу, ребята. Что-то в этом есть. Так. А, так мы все еще боевикоспортных поддержим? Или как она работает? Так, пока все отлично здесь. Это белая гвардейская цепь. Американцы свою экономику наращивают дальше. Так, что по армии? Армия все еще маленькая. Так. Что бы у нас предпринять там еще? Китай с нами это здорово, но... Кашмир пока мы не можем... Смять. Что бы нам еще предпринять? Что бы нам еще предпринять? Да, бы наши товары были конкурентоспособны. США. Выбор 88-го года. Мы уже... Раз мы уже существуем, то можем пытаться повлиять на их результаты. Конечно, если отрыв между кандидатами будет слишком велик, мы ничего не сможем поделать. Но если нет, тогда у нас есть шанс. Кандидатами на выборах уже являются республиканин Джордж Буш, предваритель политики Рейгана, и Майкл Дукакис, известный как технократ и сторонник либерализации внутренней политики. Так. Но мы не будем вмешиваться, у нас идет только возможность победить Джордж Буш. Так. Буш старше победил. Так. Девка у нас проседает. Мемуары Великого Князя. Вышедшие в 30-е годы мемуары Великого Князя Александра Михайловича Романова рассказывают о его жизни во время революции, гражданской войны и после. В них он анализирует ситуацию, глядя на свое прошлое, прагматичное и патриотичное, приходя к выводу, что Ленин и большевики спасли Россию от раздела и превращения в западную колонию, убедительно рассказывая о действиях белых руководителей и их союзников. Трава считает, что у России не было бы шансов остаться суверенной без большевиков. Заканчиваются мемуары его признания в сочувствии к большевикам в прошествии стольких лет. Странно, что их не опубликовали и у нас в той поры. Так. Либо мы это все в школы бросаем, либо выпускаем книги до полки. Давайте вот в школу выпустим. Новая книга разошла широким тиражом среди множества любопытных советских граждан и стала бомба среди диссидентских и зеленских кругов, что повысило доверие к советскому правительству. Однако дальнейшее изменение соотношения народа к вам зависит только от ваших действий. так. Убытки у нас, конечно, есть. Так. Что у нас тут? В принципе, хорошие результаты здесь. Могли быть лучше, но что поделать? Восстание 8888. После того, как страдающий экономической упадкой голода вызвалированной от всех от всех стран мира в Бирме придется проявить неудачные экономические реформы, в стране начались массовые волнения, переросшие восстания. Так продолжается уже год и оставка ледиа страны ничего не меняет. Власти государства готовы взять военные с целью возвращения жесткого контроля над страной. Ну, придется нам их поддержать. После встречи с генералитетом в Бирме был осуществлен государственный переворот. Возглавивший страну Госсовет по восстанавливанию законов и порядка осудил деятелей прошлого режима и заявил о построении настоящего социализма. В страну уже прибыль нашей советники большая финансовая трудовая помощь. Вот что я могу сказать? мы покроем это из золотого фонда, то есть просто проигнорируем, не хочу еще распределять. Это не очень хорошо с одной стороны, с другой стороны еще одну страну покрасили в свой цвет. Так, в Афгане полегче стало. Ну, что поделать? Будем жить дальше. Афганский вопрос. Некоторые деятели партии поднимают вопрос об окончании срока участия в Советских войск операции в Афганистане, так как боевые действия длятся 10 лет, а сама война экономически затратна. Но с другой стороны, это американцы и исламисты под боком. Ваше решение. А мы увеличим контингент. Советский военный контингент увеличен в разы. Были введены силы ВВС, спецчасть, регулярная армия. Американцы и весь Запад уже объявили это военным вторжением, так как наши части продолжают успешное наступление. Однако исламисты пересекают афганскую границу, пребывая толпами с Пакистаном. Уже во всеоружии. Без уничтожения их лагерей на Западе Пакистана эта война может превратиться в аналог вьетнамской. Кстати, получили немножко прибыли. Кстати, ну да, ГАСТАТ еще позволяет нам. Так. Что у нас по экономике? ВПК проседает, ТИШПРОМ проседает. Ладно, так, а не будем растрачивать? Так, часов ганам. 97. Кашмир пока нет. Ленинакское землетрясение. Землетрясение амплитудой, ой, магнитудой 6,8. Мощные подземные точки за полминута разрушили почти всю северную часть Армении, охватив территорию с населением около миллиона человек. Были разрушены даже медицинские учреждения. Выделяем средства из бюджета. Сколько мы потеряли? Потеряли дофига. Но страну восстановили. Черноморское столкновение. Из-за разных подходов к исчислению 12-мильной зоны территориальных вод в Черном море прошло столкновение между двумя американскими и двумя советскими кораблями. Давайте-ка замнем инцидент. Пока рано. Так. Легкую прибыль даже получили с этого. Так. Что у нас здесь? Ага. Где мощь нашей армии? Интересует. Счисленность все еще не растет. Так. Политические конкуренты. Угу. Ну давайте по радикальной позиции ударим. Что у нас по стране? Страна счастлива, более-менее. Кашмир все еще непонятный. Эти все окей. С нами готовы работать. Ладно. Все спокойно. Так. Денег получили слегка. Промышленность положились в итоге. Так. Все спокойно. Смотрим еще раз на страну. Страна счастлива, более-менее. Ага. Ладно. КГБ и армия, она лояльна. Это здорово. Все. Было спокойно. Очков науки нам хватает. Давайте-ка мы с вами возьмем и проведем единую сеть вычислительных центров. План выполнен на 200%, говоришь? Сейчас проверим. Математику не обманешь, товарищ. Как и самый гуманный свод в мире. Вот это кто хочет сделать? О, газ. Это вот наша цель на ближайшее время. Так. Чуть-чуть сократим расходы на вооружение. Все спокойно. Блин. Спокойно-то, может, спокойно, но... Откуда все это вырвать? Ладно. Из золотого фонда погасим. Перестройка выбора. Наш товарищ предлагает начать подготовку и внедрить альтернативные выборы в Советские народные депутаты, что позволит партию получить сверхизвестную ситуацию в стране, обеспечит им уважение кадров и простимулирует появление новых инициатив. Также, благодаря этому, наш народ может активнее участвовать в политике, что их считают инициатором данных реформ. Есть истинно марксистская позиция. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Что нам сделать? Конечно, нет. Так что, ребята, никаких реформ в стране. Я буду сам управлять всем. Спасибо за предложение. Всего хорошего. Всем пока. Так. Куропаты. Тысячи белорусов под руководством движения БНФ решили отпраздновать День памяти предков возле урочище Куропаты, где в годы Сталинеца было убито много невинных людей. Разгоним их. Слава, черемахи, да? О, меня тут все поддерживают. США так надо брали, по-моему. А все остальные такие. Ну, да, окей. С кем не бывает. Десоветизация улиц. Нет, парни. Хрен вам. По всем Исусу вновь превозглашена борьба с национализмом, антисоветизмом и сионизмом. Ножество лицов будет исключено из Творсоюзов и некоторые книги даже взяты использования. Вот так вот мы вас разогнали, господа. Так. 196, да, у нас науки была. 126. Меня это устраивает. Так. Я предлагаю вложиться больше куда-нибудь типа науки и атом куда развивать надо. Все спокойно. Отлично. 316. 317. Меня тоже устраивает. Блин. Так. Все спокойно. Давайте-ка это мы вбросим в армию. Ага, все спокойно. И еще спокойнее, да? Есть. Войну в Кашмире мы провели. Индия держала победу. Америкос, мне кажется, такое должно было не очень одобрить. Так, что у нас тут еще? Индия победила. Но пока что у нас здесь все окей. Так. Давайте-ка мы немножко вложимся еще в гражданские технологии. Они нам пригодятся. Лицо номер 2. За несколько лет ваше управление ваша власть значительно увеличилась и тогда, как ранее вы определили второе лицо стране, исходя из узких рамок и связанных к политическим прошлым рук, то теперь вы можете отверстить того, кто вам больше отвечает. Косолапова оставляем. Косолапов? Ну, вот вы все помните, да? Встреча в Пекине. После того, как Занга Фэн был свергнут, противец Китая стал отходить от внешней политики Мао. Они уже пытаются лучше отношения с США и всем миром, стремясь к международной интеграции. Может, у нас шанс урегулировать отношения с Китаем? Отправляем представителя в Пекин. Советская сторона пошла первой на восстановление отношений, что было встречное знаково китайской стороной. Контакты налажены. Афбанская оттепель. Прошло более трех лет с момента смерти Энвера Ходжа. Его семья и близкие отстранены от власти. В стране началась оттепель как в видеомнисти, так и во внешнем политике. Отправляем послам для восстановления Дип-отношений. Немножко теряем, но не смертельно при этом. Давайте-ка мы сейчас еще выбросим в медицину. Камбоджа. Несмотря на то, что новое право вьетнамское правительство Камбоджи менее авторитарно не прибегает к кровавым репрессиям. В отличие от свернутых вьетнамцами красных кмеров, в стране более лучшее социальное положение, чем при монархистах. Поддерживаемый Западом и другими оппозиционными социальными странами, красные кмеры в связи с монархистами образовали новую партию АГС, тем же самым Полпотом. Продолжают партизан терроризировать народ, а американцы их поддерживают. А мы договоримся с умеренными кмерами. Благодаря успешной работе КГБ Ктар Моку попала вложенная информация о правительстве одного из его политических конкурентов среди красных кмеров Сон Сена, впоследствии чего он убедил в правительстве самого Полпота. Однако итогом этого стало убийство самого Сон Сена и всех его родственников по приказу самого Полпота. Сразу же после этого правительство Камбоджи объявило о программе амнистии взамен сдачи оружия и смены стороны. Первым откликнулся Иенг Сари, который вместе с ними сторонниками фактически получил мандат на управление Пайлином. Дальнейший раскол привел к возросшей паранойи Полпота. Смертям некоторых других командиров излятся самого Полпота и его таинственной гибелью. Оппозиция разбита Камбоджа наша. Шикарно, да? КГБ сработало. Просто умнички, парни. Молодцы. Грамотно сработали, подкинули документы, и все ходили вокруг пальца. Все мертвые мы выиграли. Так. Давайте-ка мы сейчас вложимся больше в военные технологии. Так. Что у нас по Афгану? Отправляем стволы и проблема решена. Кто-то жаловался на то, что афганскую проблему мы не решили. Вот он способ ее решить. Поставив кучу стволов, и мы видим, что у нас здесь и смотреть. Кстати, ладно, это попозже уже. Отдельно где-нибудь попробуем Корею объединить военным путем. борьба с химическим оружием. Давайте подпишем. Не хочу продвиж химическое оружие, честно, не хочу. Слишком гнусно, на мой взгляд. С другой стороны, может, это просто чисто плюс, вот такое. Тоже не очень хорошее качество в этом отношении. Но я так понимаю, армейское руководство не очень оценило подобное. И солдаты перестали быть лояльны. Но сам факт того, что мы тут продвигаем социализм ударными темпами, мне не может не радовать. Румынская революция. Угу. А мы ведем войска и сменим правительство. Наши войска разбились с нормы оболновой позиции, реставал в Чавушеску, судили вон на трибунале, после чего утвердили новое социалистическое правительство. Чуть-чуть получили с того денег. Так, дайте глянем, куда нам лучше вложить все это дело. Я в услуги вложил бы еще. Потому что то, что у нас тут есть, просто никуда не годится. Где тут сфера услуг? Видеонаблюдение. Во всем мире уже давно используют камеры видеонаблюдения. Они очень компактны, их легко спрятать. Я думаю, нам стоит тоже начать массово использовать камеры видеонаблюдения для снижения преступности и антисоетских настроений. К тому же они будут продуктивнее, чем КГБшник в шкафу. А мы внедрим. Товарищи ради безопасности страны, теперь в общественных местах установлены видеокамеры. Все преступники точно получат по заслугам. Однако медики отмечают, что у граждан начали наблюдаться признаки паранойи от вечного хождения на виду. Зато, по-моему, прокачали технологии. Правильно? Прокачали. Так. На газ мы продолжаем копить. Польский профсоюз солидарность. Товарищи в Польше идут жаркие споры о легализации антикоммунического профсоюза солидарность, который запрещен еще в 90-82 году. Так. Одни разных людей с антисоветским взглядом. Ну, конечно, всяких уродов, которые нас не любят. Давайте их замучим. Лидеры, ликвидированные лидеры профсоюза солидарность получила славу мучеников диктаторского режима. Многие поляки их поддерживают. Давайте посмотрим, насколько многие. Ну, Польша, по-моему, за нас все-таки в большей степени, чем за них. Так. Чтоб там солдаты не грустили, увеличим их снабжение. Где там она? Армия. О, армия лояльна снова, КГБ лояльна. Вторжение в Панаму. Ни для кого не секрет, что Панама и США находятся в очень напряженных отношениях. Свидетельств этого множества, начиная с середины в 80-х годов, когда американская сторона впервые заявила о желании пересмотра договора в Панамском канале и совсем недавнего события, связанного с объявлением в законодательной власти страны и о состоянии войны в США. Но до следующего дня утра ситуация была не столь критическая. Буквально пару часов назад мы получили важный развод данных от нашего генштаба. Документы гласят о переговорах американских военных, которые обсуждают переброску сил к берегам Панамы в выполнении плана Just Cause, который подозревает поцелуй силового свержения власти на Риеги и установили там негласную власть США. Ну давайте-ка пошлем информацию и помощь. В Панаме по прошествии недели со вторжения США продолжается разрушенная борьба вооруженных сил Панамы и военного контингента американцев. Большинство городов страны превратились в развалины. Печально. Ух ты ж. Ну, Панама теперь с нами. Так. Придется тоже из бюджета черпать. Мобильный побег. Хоккеист Александр Могильный совершил побег. Так. Госстат. хреново если я бы сказал. Давайте-ка мы десятка сюда накинем. Наверное, поспешили с противостоянием американцам в Панаме. Угу. Наша боеспособность значительно упала, мы видим. Ага. Ну давайте разрядку проведем. Тоже проигнорируем. Из внутренних ресурсов погасим. Невада 7 Палатинск. Антиядерное движение организовано на знаменитом общественнице Казахстана Аужасом Сулеймановым. В 80-х годах он не требует прекращения испытаний. Мы их репрессируем. Десятку накинем в фонд чтобы хоть как-то подлатать. Так. Что мы можем еще такого здесь отжечь? Папа Римский нам предлагает встретиться. Давайте встретимся и поговорим с ним. Оношения с США еще подросли. Так. Панаму расфигачили но она вроде жива еще. Дополнительная страна на нашей стороне. Индия победила. Эти теперь тоже в СЭФ. давайте-ка мы немножко денег выдернем из атомки выдернем чуть-чуть. Всемирный фестиваль. Первоначальными задачами фестиваля были борьба за мир, за права молодежи, за независимость народа, пропаганда, интернационализма. Активного участия в фестивалях принимали коммунистические и социалистические религиозные организации. участие допускались представители радикальных левых организаций, в самом числе находящихся вне закона в своих странах. Так. Давайте глобализуем борьбу за мир, солидарность и развитие. Так. Так. Фестиваль посетила даже официальная предельственная французская делегация и представители госслужб по работе с молодежью. Приехала официальная предельственная китайская делегация предель... французская в США есть УВД. Ага... А-а-а... Если голисты победят, да? Ладно, посмотрим, что сделают галлисты интервидения Конкурс песни интервидения Конкурс стратной песни основан на международной организации для вещей и телевидения Прободился в Сапоте В рамках четырех международных фестивалей песни в Сапоте Мы можем попытаться возродить после его заморозки из-за нестабильности и военного положения в Польше А можем прислушаться к другим партийцам впервые и отправиться на Евровидение Или не делать ничего Возродим фестиваль Так, давайте-ка немножко из экологии выдернем И чуть-чуть из дип-отношений Выборы в Бразилии Нет, мы делать ничего не будем Я не настолько богат, чтобы Десятка мы забросим В госстат Так, все прошло спокойно Что у нас здесь? Все здорово Все счастливы Эти тоже счастливы Китай в деле Ага Угу Дайте посмотрим, что можно еще сделать так сша и страны поле то есть болгарина в ссср не принять так ведем базу ибо нефигантом без базы сидеть то хотя мы сможем влиять на многие другие так ну все как то вот так свою сферу влиять давайте еще раз посмотрим мы расширили очень сильно в азии то есть мы закончили войну в афганистане кита индусы отвоевали у них кашмир мирма под нами ваосе все здорово камбоджи наконец-таки держали вверх китай с нами здесь мы видим расползание наших идей не то чтобы быстро но есть продвижение из нас только одна страна на нашей стране ладно здесь две страны на наш на на стране есть и это не может радовать то есть в целом в мире мы наконец начали наступать не только обороняться и ждать своего часа как нам придут американцы и нас всех уничтожат так что я думаю что мы построим агаз в следующей серии на потом уже будем пытаться решить проблему американского народа и наконец-таки принести к тем коммунизм всего хорошего всем пока